так всем привет сегодня хотел бы немножко рассказать делиться своим опытом создание точилки для ножей пересмотрел я много видео прежде чем ее делать смотрел ну понятно много видео именно о самодельных точилках для ножей ну и на тот момент была китайская точилка копия апекса апекс age pro я имею ввиду вот ну и как бы руководствуясь теми характеристиками я решил тянуть кота за одно место ждать ее если заказывать оригинал то платить огромные бабки если заказывать китай то мириться с тем качеством в котором была эта точилка сейчас вышла точилка второго поколения подделка под апекс вот ее я как раз таки заказал мы сейчас жду пока еще не дошла но до всего этого времени достаточно долго наверно месяца 4 может поменьше уже не помню то что вот на такой точилки точилку делал сам немножко помогал мне друг вот точилку сделал из подручных материалов как бы можно сказать да не можно сказать вообще ничего не покупал для нее а нет вру купил вот эту ручку от напильника вот ну и соответственно тут всякие мелкие втулки и болтики и прочую ерунду вот но это все копейки там наверное даже в пределах 100 рублей не все это обошлось все остальное нашел просто под руками значит основание я сделал из оргстекла оргстекло у нас по моему восьмерка тут не суть важно то есть если толще то бога ради даже будет еще прочнее прочность как бы особой роли еще прочнее этой особо не нужно дальше я значит работаю в сфере кассовых аппаратов и компьютерной техники и вот под руками разбомбил я один на работе списанный копир из него мне достались вот такие валы вот эти два вала чего еще из него досталось вот эта мачта досталась туда же ну вроде бы как и все вот эти вот крепления для камней это печатающие головки от матричных принтеров ну и пружинки шайбы в этот стопор этот стопор тоже из копиры по сути все вроде бы из рабочего вот далее прижимами как вы видите он практически без изменений это элементарный нож от рубанка который кстати вот он тоже был куплен что-то я не помню на барахолке небольшие деньги там до 70 что ли рублей да ладно вот эти резиновые проставки сделал чтобы точилка не каталась это раз и во вторых здесь крепление таким образом организовано что гайка торчит то есть по сути если бы этой гайки не было нужно быть проставки не ставить просто наклеить тоненькую резиночку какую-нибудь на поверхность и как бы ложить ровно на стол она бы не каталась вот но так как гайка у меня торчит и прятать ее не хотел то есть каким-то макаром уменьшать толщину самой станины вот здесь вот внутри закладывать тем самым пришлось каким-то образом поднимать эту точилку над столом вот было организовано такими ножками ладно давайте начнем сначала начал значит была у меня валялась плита оргстекла небольшого размера из нее сделал станину сделал небольшую выкройку все делалось ну чуть ли не на глаз то есть соответственно рисовалась там линейки все но никаких там расчетов раскроек на компьютере ничего такого не было разрисовал линейкой эти уголочки сложил в два слоя оргстекло зажал в тисках и просто отпилил ножовки и ножовка даже по-моему болгарка пилил где-то ножовка где-то болгарка вот из по станине ну давайте с этим узлом тогда закончим тут получается тонкий лист металла как бы изначально он ну он и сейчас в принципе является упором для ножа вот но немножко задумывался у меня по-другому то есть поначалу мне было даже может покороче это вот такой вот и он был из-за обычной железяки вот и как бы вот этот вот лист металла у него здесь есть направляющие он двигается здесь был винт крепления ну и соответственно поставив один раз нож то есть приложив его зафиксировав нижний упор да мы нож этот неудачный пример есть у меня такой циркотышный ножик вот у него более плоская часть здесь есть актуальные подбирать зафиксировав один раз его прижимом выбрав угол и прочее то потом при перевороте ножа можно было класть и упирать вот пластину не меняя вот этого расстояния если углубляться в подробности то при изменении от этого расстояния у нас хоть и немного но угол заточки по отношению ко мне он будет меняться потому что у нас плечо увеличивается длина плеча если мы возьмем сюда здесь угол зафиксировали будет соответственно вот этот вот упор был задуман так что здесь будет установлен стопор он и стоял изначально вот и как бы будем выбирать изначально какую нам нужную глубину может закладываться точку стопориться будет здесь и при дальнейшей заточке ножа мы его туда-сюда переворачиваем и как бы вот этот угол он остается неизменным вот теперь значит что у нас получилось вот этот прижимной листок который у меня был из обычной железки он после наверное перед точки двух-трех ножей он у меня просто в дугу изогнулся ну потому как он не каленый был обычно перфорированный листок там тройка по-моему была вот и как бы задумался я чем же его заменить ну и ничего другого нам не пришло как такой обычный нож от рубанка он столистый достаточно всего его хватает то что я уже как бы достаточно долго им пользуюсь никаких как бы изменений его геометрии я не замечаю на ровненький прижимает он очень хорошо так теперь дальше и ввиду того что он слишком уж длинный тот листок был покороче теперь он не мешает стопор вставить его нужно закрепить то есть отверстие его видно здесь я сделал проточку в этом листочке металла и вот отверстие вот здесь и вораживался у меня стопор вот и теперь мне нужно прижать мне как раз этот листок металла имеется ввиду наша рубанка он накрывает этот отверстие ну и соответственно упирался бы в стопор здесь расстояние получается совсем маленькое ну и мешает он в общем ну и как бы попробовал я потачил без него да в принципе вполне приемлемо поэтому решил вообще снять и как бы без проблем пользоваться таким вариантом задумывая такую тему чтобы этот прижимной листок он переставлялся то есть если вы сделать пациенту то за края он не будет хватать достаточно часто ножи имеют спуске от обухла их прижимать не очень хорошо прижимаются люди зубочистки вкладывают принципе я тоже пользуюсь как правило такие ножи прижимаются вот за эту область то есть где идут параллельные это же не показываю значит вас за эту область прижимаются вот здесь вот где у нас про . вот здесь вот здесь идут параллельные грани то есть они не входит в спуск как бы они параллельны друг другу и то есть по отношению к углу камня при заточке если зажать за это место то будет что с этой стороны что стоит будет одинаковое расположение одинаковая клинка так вот специально для этого я и делал такой вариант чтобы вот этот прижимной разогластина на ее можно было переставить здесь она практически до самого краешка доходит внутри можно немножко поменять если надо ну и как бы даже сюда можно и зажать можно прижим поэтому когда иногда это нужно приходится ее переставлять на другую сторону и осуществлять нормальный прижим ножа с обеих сторон его заточки вот эта штукенция зажим многие смотрел обзор в интернете народ делает просто винтик какой-то ну там типа барашка там какую-то пластмасску побольше покрупнее чтобы крутить руками было удобно точно нужно использовать никакого инструмента я нашел валялась такая штука от велосипеда по моему ты там не от самоката такой вот зажимной элемент там либо на руле где-то ставится либо там рама где-то зажимается складывается здесь эксцентрик стоит и как бы болтается когда мы снизу ничего не стал выдумывать даже без шайбы раньше не стояла шайбу на меня когда переставляешь на постоянно вываливается поэтому просто сюда можно переставить просто это обычный барашек без всяких шайб потому как туда-сюда он по жесткому не крутится он крутится всегда когда зажим освобожден освободили отжали или там прижали насколько нам нужно оставили прижали вот клинки там на ножи толстый кухонник какой-нибудь перетачиваешь мясника какого-нибудь там были на вообще дуречь вот то есть вот этим вот винтиком мы отжимаем и прижим либо усиливаем очень жестко прижать даже не свернуть с очень большим усилием либо наоборот ослабляем задумывалась в дальнейшем вот сюда вот сделать то есть здесь вот такая вот область получилась она такая вот нишка кармашку вот здесь вот сюда что-то можно положить вот задумывалась сделать какую-то небольшую крышку то есть использовать его как пенал какие-то мелочи сложить ну именно то что касаемо точилки маслица может быть там тряпочки какие-нибудь или еще что-то вот но как бы вроде так нет такой нужды ее постоянно таскать вот я даже ручку сделал для переноски что она достаточно громоздкая так таскать не очень удобно но не приходится ее много носить куда-то там или еще что-то и опять же я езжу в принципе на машине вот и бросить ее там куда-то в багажник довести до места там в деревню езжу бывает на работу и увожу ребята просят на жиг тащить то есть ну особо нужды нету что так вот ее носить в руках там еще что короче говоря на эту тему я пока забил и даже не знаю буду ли что-то делать учитывая то что я еще заказал точилку китайскую может быть это вообще уйдет в небытие ну ладно посмотрим все будет все будет видно когда придет точилка когда я поработаю на той точилке и вот сравню ее с этой если не забуду в конце видео расскажу почему я изначально китайскую точилку не стал заказывать решил именно собирать сам но имеется ввиду плюсы вот этой точилке я расскажу по отношению к китайской даже даже к тому же айпекса не важно поехали дальше значит с этим узлом у нас все понятно столик здесь не изменяет угол то есть он фиксированный он как сделан один раз он все так и остается столик да собран на эпоксидке то есть обычный эпоксидная смола я особо не разбираюсь я знаю то что есть там какая-то крутая смола есть обычная которая в любом ларьке продается ну так вот здесь просто обычная эпоксидная смола сделана на нее посажен на обычную смолу идем дальше дальше у нас немало интересного значит это давайте от низа и кверху вот этот вот узел здесь стоит это не цельный кусок металла эта трубка заглушенная сверху ну то есть подобие перевернутого стакана в дне которого просверлено отверстие на 8 этот порток у меня на 8 нарезал на нем резьбу нашел вот какой-то такой стакан я уж не знаю чего он был там у меня у деда в деревне куча всяких железек там в тазу валяется я поискал вот это вот все вот эти ухваты нашел там в этом тазу и вот такой вот стаканчик но задумка была это не просто то что я нашел решил поставить а задумка именно такая и была если мы просто делаем отверстие в оргстекле и ставим в него мачту даже пусть мы ну скажем так вот ограничить у нас является шайба гайка под гайку под эту мы кладем шайбу даже пускай эта шайба будет я не за в два раза больше чем лежит у меня да и снизу прикручиваем тоже обычной гайкой шибы вот то если начинать как-то нагружать вот эту мачту и пытаться качать да то площадь Diane emitted�� мачту поэтому она будет по сути только в размер шайбы вот ну или там какое-то усредненное значение о размер шайбы не в размер шайбы а размер ГАКИ извиняюсь вот либо там какой то будет усл серьезного значения но тут чуть больше декса но она не будет никак размером в эту шайбу почему потому что шайба ТОНКАЯ и как бы рано или поздно если постоянно придавать такую нагрузку на качения. В этой шеи начнут края просто загибаться. И она станет подобным тарелки. В конце концов. И вот была такая задумка поставить сюда какой-то типа что-то стакан вот такого перевернутого, чтобы вот эту площадь поверхности увеличить. Почему нельзя было там скажем взять там кусок деревяшки, я не знаю, простудительную дырку, да, и засадить его. Сложно это объяснить, но, наверное, мне сложно. Если мы ставим сюда что-то сплошное, то вот это сплошное, имеется в виду, допустим, ту же деревяшку, да, вот пускай циментрической формы, какое-то колесико мы положили, оно также будет прижиматься и будет иметь такой же эффект, как вот эта шайба. то есть при качении вот это сплошное, оно у нас будет попеременно упираться на поверхность и попеременно от центра к краям. Вот, ну и как бы будет происходить такой эффект, как бы заглаживание вот такого вот, да, по краям. Вот, а если мы ставим стакан сюда перевернутый, то мы как раз таки эту нагрузку акцентируем именно на краях, потому что другой площадь опор внутри у него нету, вот прикасаемая вот к этой вот поверхности, то есть у него только кольцо. Грубо говоря, мы ставим трубку и ставим на ту насоси, и вот когда мы ее гнем, у нас вот этот стакан упирается только на края, и вот середины у него никакого поддавливания нету, и вот этого эффекта раскачивания тоже нет. Я согласен, то что для точилки это многие скажут, нафиг это надо, никакой там особой нагрузки нету, да, туда-сюда, вот. Ну, с этим, в принципе, может быть я согласен, может быть я здесь с запасом прочности переборщил, и как бы, наверное, даже много переборщил, вот. Ну, задумка была такая, и вот таким образом он реализован. То есть здесь у нас стоит гайка, она законтрена второй гайкой, подложена шайба, вот, стоит вот этот стакан, и с нижней стороны просто элементарно стоит. Ну вот, если видно его, что он, ага, вот так вот, если на камеру будет видно, там есть прозрачные места, вот здесь вот, то есть это стакан, это не целиком такая вот металлическая баклажка. Вот, ну да ладно, бог с ней, с этой, с этим запасом по прочности, есть он и есть. Дальше поехали. Вот эта штукенция, то есть сам шарнир, мне по видео очень понравился, в принципе, точилка, да, кстати, точилка разбирается, достаточно просто, вот этот винтик, не винтик, а барашек, мы можем свинтить, вот, и вот эту штанду ее убрать. И примерно такой длины я натаскал ее в коробке, в картонной, вот, ручка тут напильник торчит, но она, в принципе, не выходит за пределы особо вот этой кромки. Нормально все влазит, эта мачта снимается, кладется рядом, ну, так более или менее компактно, то есть большего, в принципе, я не ожидал, да мне особо не нужно было. Так, вот этот шарнир, самое у нас, не то, чтобы интересный, но причем не имеет. Вот такую штуку я тоже нашел, ну, опять же, в подручных средствах, она достаточно плотно садится на мачту. Ее я планировал использовать, вот сюда вот ее поставить, дополнительно, и когда камень меняешь, то есть у каждого камня своя толщина, ну, пока они новые, там, примерно она одинаковая, вот когда они поднашиваются, нужно вводить вот сюда вот компенсатор, то есть берем камешек, вставляем, грубо говоря, между компенсатором общим у нас, ну, то есть нулевой линией, да, и вот между вторым компенсатором, ага, то зафиксируем, на нем точим. Переходим на следующий камень, берем следующий камень, не вставляя его в зажимы, мы сначала ставим его вот между вот этими гайками, он у нас выше, ниже, допустим, он, ну, наверное, если первым камнем мы будем крупным работаем, быстрее вырабатывается, значит, следующий будет толще. И у нас получается то, что на толстый камень нам приходится немножко приподнимать. Приподнимаем, вот эту вот, как ее назвать-то, шайбу вот эту фиксируем на валу, вот, мы приподнимаем, изменяем угол. Но этот угол будет соответствовать тому углу, который уже... Камера меня опять подводит, то у нее аккумулятор перегревается, то место на карточке закончилось. Ладно, дошли мы, насколько я помню, до этого узла. Этот узел, долго я с ним возился, много видел на видео в ютюбе, этот узел делают обычную, из обычной скобы металлической, ну, фиксируется она, там, какими-то гайками, упорами, это не суть важно, в скобу уворачивается небольшой винтик, и на нем крепится шарнир. В просто народе этот шарнир называется рыбий глаз, то есть это круглая гантовка, внутри шарик, и шарик просверлено в просверленное отверстие. В этой круглой гантовке он все свободы вращения имеет, то есть во все стороны он уворачивается, крутится, там небольшой угол, ограниченный до гантовки. Но, в общем, такой шарнир я найти не смог, во всех крепежах, куда я обращался, делали большие глаза, когда я название его произносил. В общем, замутил я вот такую фигувину, вот эта вот деталь, не считая вот этой, это, насколько я помню, какое-то крепление, то ли от тесочков небольших, то ли от чего, вот что-то подобное. Вот, сюда я сделал медный вставаж, вот он так вращается легко достаточно. Просто взял трубку, раскрепал ее с одной стороны, вставил сюда, притер, и раскрепал с другой стороны, и все, вот она вращается здесь. Ну и опять же медь по металлу, как вы знаете, все хорошо очень ходит. Далее, вот такой хомутик нашел, вот, когда я его нашел, у меня даже первое впечатление было, то, что он каким-то местом от этой детали, ну, не знаю уж каким, но, наверное, все-таки нет. Вот, здесь рассверлил отверстие, вкрутил, нарезал резьбу, вкрутил сюда болтик на 10, а то и на 12, я уже не помню, вот, вкрутил до упора, зажал его, здесь, ну, относительно вот этой железяки, и накрутил вот такой вот хомут, который тоже нашел, где-то в железяках. Вот, здесь было отверстие поменьше, я его расстрелил под 8, вот, ну, и изначально я планировал пользоваться этой точилкой, как бы, смазывая ее маслом, то есть, вот этот штист, он здесь вот таким макаром ходит. Вот, и сделал я вот здесь небольшую воронку, она сейчас белая, она засыпана форумом, вот, сейчас у меня точилка работает на форуме, причем работает, в принципе, неплохо, вот, от масла я ушел, ну, ушел почему, потому что, ну, как бы, планировалось, каким образом сделать это все. Когда мы вот сюда вставляем, то есть, вот здесь, вот между вот этими ушками, я одевал войлочное кольцо, и вот в таком положении, вот в эту воронку, капал масло, оно просачивалось вот через это отверстие, видно его, не видно, вон оно беленькое, видно его, просачивалось через это отверстие и капало на войлок, и в войлоке, ну, свободная такая дырочка была сделана, чтобы вот восьмерка в ней ходила легко, и получается, когда точишь, просто войлок внутри его гоняет туда-сюда, между вот этими вот ушками, и смазка такая, во-первых, осуществляется непрерывная, и, во-вторых, металл на соль на притирается, стирается, здесь на штифке образовывались такие разводы черные, вот как при обработке, допустим, на полировальной пасть, да, начернеет, и вот то же самое происходило там, то есть, снимался металл, чуть-чуть он одно время заполировался, так много было, потом стало поменьше, когда заполировался, вот, ну, то есть, снимался металл с вала с этого, снимался металл отсюда, и он, вот этот войлок, он играл такую роль вот одновременной смазки, и впитывал в себя вот этот металл, чтобы он не пугарами какими-то там, не капал, когда обильная смазка, и не собирался нигде, вот он себя впитывал. Потом попробовал я натереть ее форму, натер, в принципе, мне понравилось, и больше всего, наверное, понравилось то, что, если эта точилка приходилось куда-то переносить, когда она работала на масле, то это обязательно ты перепачкаешься вот об этот вал, вот, то есть, его надо как-то протирать, прежде чем ее разобрать, там, или еще что-то, даже элементарно ее переставить, нужно ее придержать, чтобы этот вал не упал вот на шарнире, там, куда-то не повис, вот, хватался за него, естественно, все руки в масле, там, ну, не особо приятно, удобно было. В общем, натер форму, попробовал, в принципе, понравилось, и вот с тех пор, ну, достаточно давно, вот, я ее, как бы, на форуме держу, сначала вешал, оставил сюда войлочный этот кружочек небольшой, ну, другой, естественно, без масла, засыпал его, сюда вот насыпал форум, засыпал форум в войлочный кружок, думаю, чтобы он пропитался туда-сюда, и начал работать уже самостоятельно, без дополнительной пропитки. Но получилось так, что войлок, наоборот, этот форум, ну, не то, чтобы стирал, но он меньше ему давал попасть на направляющую, вот, он оставался больше на войлоке, поэтому просто элементарно этот войлочный кружок я выкинул, и, там, грубо говоря, раз, там, в две-три недели, а то и в месяц, я беру свою тряпочку, которая форма навязана, и вот этот валик туда-сюда погонял, и все, и спокойно точишь, там, некоторое время, достаточно надолго его хватает, то есть в этом проблем нету, и, как бы, на то мы порешили, перестал я пользоваться маслом. Вот, ну, вот такого вот франкенштейна я изобрел, он достаточно увесистый, тяжелый, вот этот шарнир, вот, но он особой роли не играет заточки, то есть он стоит на месте, и, там, хода у него, что в эту сторону совсем чуть-чуть, что в эту сторону совсем чуть-чуть, и, там, какая у него масса особо роли не играет. Пока после этого больше я ничего подходящего не нашел, поэтому пользуюсь им. Вот, здесь у меня фиксатор, такой, первобытный, просто взял гайку, просверлил мне отверстие, нарезал резьбу и вкрутил винтик, и отверточка его поворачивает. По-хорошему здесь надо винтик сделать подлиннее, и на конце барашек. Но, как-то руки не доходят, и поэтому пользуюсь тем, что есть. Несмотря на то, что шарнир достаточно крупный, вот, а, как бы, при изготовлении точилок учитывается тот момент, что вот эта ось, многие, кстати, ее смещают, ставят на край, вот, чтобы компенсировать вот это расстояние, то есть, от оси до шарнира. То есть, в идеале, вот этот шарнир должен находиться по середине точилки. То есть, он у меня находится не по середине, но на минимальном, скажем так, расстоянии, которым не было доступно от оси, от штанги, то есть, от центра точилки. Центр имеет всюду вот эта вот продольная осевая линия. Ну, да ладно. Так, теперь по креплению. Крепление камней. Крепление камней я задумывал сразу же универсальное, потому что, по первой, там, пытался ножи точить, ну, даже не пытался, точил. Ну, там, ножами их сложно назвать, всякие кухоньки, и такую вот такую ерунду. Точил различными камнями. Мне нужно было крепление, которое заточено не под один размер камня. Сделал такие крюки, то есть, это была печатающая головка, она вот так вот отсюда доходила, вот здесь вот так. Ну, и было почти кольцо. Вот. Одну часть срезал, отверстие просверлил. Ну, тут все понятно элементарно. Эту часть подрезал и подровнял немножко, чтобы камень вставал. Ну, и, соответственно, с этой частью проделал то же самое, только в зеркальном отображении. Вот. Здесь сделал пружинку, и вот такой вот стопор. Вот он, стопор. Вот, здесь, получается, у меня две шайбы, и между ними пружинка. Пружинка нужна для быстросъема. То есть, если камни, скажем так, одинаковые, допустим, несколько камней, вот, при их смене, ну, не нужно откручивать вот этот вот стопор, их переставлять. Мы просто вставляем камень, ну, в принципе, давайте, наверное, покажу, будет нагляднее. У меня вот здесь такая есть отметочка. Заказал я... Сейчас надо еще отвертку уже найти. Заказал я китайские камушки. Вот, стопор здесь крепится двумя винтиками. Ну, мог быть вот точно такой же стопор, как вот у меня вот здесь вот на точке стоит, из гайки, с просверленным отверстием. Можно было таким пользоваться. Ну, был у меня какой-то там нашелся, из того же копиры. На двух болтиках, затягивайте их сильно, чуть-чуть потянул достаточно, они держат прекрасно. Вот, сделал я меточку, вот, и есть у меня такие вот камешки. Это китайские камни от аналога Апекса, от китайского аналога. Вот, они, как правило, в комплекте идут. Я заказал себе 6 камушков разной гритности. Тут 180 у меня есть, 400, вот, есть 800. И дальше мелкие идут, это тысяча, нет, не тысяча, полторы тысячи. Да, точно, полторы, вот еще даже не высохли они. Я награвировал на ней, на задней стороне у них гритность, потому что, допустим, если взять трехтысячник, вот, на нем еще можно прочитать. Потому что он стирается очень медленно. А вот, допустим, взять 180 камушек, такой вот, вот, на нем уже ничего прочитать нельзя. Потому что стирается он достаточно быстро, и, как бы, потом, чтобы различить их, каждый раз щупать пальцами, мне, как бы, особо не надо. Вот, и тут у меня полторы, две тысячи и три тысячи. Вот, 6 камней, камни мне обошлись очень дешево, ну, соответственно, их и качество, вернее, соответствующее качество, цене их. Он, по-моему, что-то в районе 100 рублей за каждый камушек, что-нибудь, что-то такое. Вот, и вот под эти 6 камушков я сделал себе меточку на зажиме. Ну, и крепится вот таким макаром. Вставляем один край сюда, поджимаем пружинку, вот. И, то есть, когда у нас точилка собрана, примерно так вот это выглядит. Камень достаточно крепко сидит, никуда он не упрыгивает, не упадает. Когда у нас точилка собрана, мы камень ставим и поехали работать. Чтобы сменить камень, камни у меня все одинаковые размеры, на одинаковых подложках, просто сдвигаем одно из креплений, вынимаем камень, точно так же ставим другой. Зажимаем и поехали дальше. Вот, как бы в этом плане удобно достаточно. Ну, крепление не идеальное, да, можно было подогнать вот эти крючки под камни, но я для себя так подумал, попробую. Вот, и попробовав, понял, что особо никаких напряжений я в этом не имею, и так решил, так и оставить. Вот, а дальше, чем я пользуюсь на данный момент, то есть сейчас вот разного размера камня у меня уже ушли из обихода. Вот, чем я пользуюсь еще, кроме этих камней, это вот на максимальную длину я растянул вот эти зажимы. Есть у меня вот такой вот бланк сиклянный. Это зеркало от того же самого копира. Их у меня было два, но одно я уже разбил, осталось одно. На него наклеил я кусочек кожи. Знакомый у меня занимается изделием из кожи. Вот мне обрезки достались. Спасибо ему. Наклеил кусочек кожи. Кожа достаточно хорошая, качественная. И на этой заточилке после заточки я вот этим бланком я полирую кромочку. Вот, как раз максимальной длины развода мне хватает, чтобы вот такой вот бланк установить. Уравняем. Сделаем на свое место. Натираем это дело пастой. Вот. Вставляем в нашу направляющую. И поехали. То есть только в одном направлении, ни в коем случае не навстречу, только по ходу. Таким образом, кромочка заполировывается в зеркало. Ну, по крайней мере, на мягких стелях это дает очень хороший рез, то есть бритвенную заточку. Вот. Ну и немаловажная вещь, скажем, для DC-ножа, это внешний его вид. Кромка блестит. Все идеально. Никаких ни царапок, ничего на ней нету. Очень как зеркало получается. Ну, наверное, по конструкции точилки, собственно, все. Да, вот эта мачта, она у меня, сейчас попробую ее показать, она у меня достаточно длинная. Вот еще ее можно было вот так вот отрезать, и этого, ну вот так пускай, вот этого было бы достаточно. По поводу измерения, или даже не измерения, установки угла заточки, есть вариант такой. Так, рассказать об этом будет сложно, давайте я, наверное, покажу. Точилку сейчас мы собираем. Точилку мы собираем. Точилку собрали, здесь законтрили, чтобы ничего не болталось. Так, пускай поставлю я свой бланк. Ставим, ну, не буду я никакой ножек ставить, просто поставлю на самый край точилки. Как узнать угол заточки. как его узнать, это один вопрос, в том плане, что, под каким углом точить нож. А если мы, например, знаем, под каким он углом у нас заточен, как нам выставить этот угол на нашей точилке. Есть у нас такая программа, называется, вот, где опять наш фокус, вот она, называется она Smart Tool. Выбираем ее, она есть на Google Play, в ней выбираем линейку, вот, появляется у нас вот такой вот транспортир, его даже вот так удобнее использовать. Так вот, что мы делаем, давайте немножко камеру отпущу, пока положу. Что мы делаем? Мы устанавливаем этот транспортир на наш стол. Вот он у меня уже устанавливан, видите, показывает он там с небольшим, с небольшой погрешностью. Вот, для того, чтобы погрешность собрать, здесь кнопочка есть Calibrate. Вот, вот она у нас откалибрована, вот у нас значение в 0 градусов. То есть, для этого транспортира сейчас вот этот угол наклона является нулем. Вот, а теперь мы этот транспортир выставляем на наш бланк. и мы сейчас видим, то, что показывается у нас 20 градусов. Так вот, углом заточки будет являться 20 градусов на сторону, то есть, 40 градусов по общей заточке. Вот, я не могу ручаться за идеальную точность этих измерений, вернее, даже скажем так, что я могу ручаться за неидеальную точность этих измерений. Но, все же, примерное представление это дает. Это нужно для перед точки ножа. То есть, если мы меняем на ноже угол с заводского на какой-то другой, если мы знаем, какой конкретно нам угол нужен. Вот, если мы просто хотим нож поточить, то достаточно, ну, есть много способов определения заточки, угла заточки. Маркер, самый простой способ, самый быстрый, наверное, это отметить его маркером и пытаться методом тыка поймать этот угол. Ну, ладно, сейчас не об этом. Я хотел рассказать о плюсах перед точилкой Apex. Ну, или перед ее аналогами. Суть дела не в производителе, а именно в конструкции. Apex, она, точилка, очень маленькая и компактная. То есть, она размерами там, ну, примерно, наверное, вот от моего начала столика и вот до этого конца, до спуска. И то есть, в этом же месте у нее установлена вот эта мачта. Она стоит вот здесь. Вот это вот место находится вот здесь. Получается, то, что вот этого места до нашего клинка расстояние, ну, раза в полтора меньше, чем на моей точилке. вот, и тем самым, когда мы затачиваем нож, если мы его точим по прямой, имеется в виду, прямую его часть клинка без загиба к носику, без пузика там и прочего, то проблем никаких нет. Ну, соответственно, если там не вот такая вот секира, которая, как говорится, от края до края, чтобы проточить там угол, какой длинной точилку не делал, он все равно поменяется, причем достаточно заметно. Так вот, если мы точим ножи, которые у нас в обиходе, да, достаточно часто бывают, ну, скажем, для меня это оперативно. Вот, кстати, неплохой пример заполированной кромки. Вот так вот она играет на свету, заполирована в зеркало, причем она заполирована достаточно давно, даже мне немного пользуюсь, но все-таки пользуюсь. И то есть здесь она даже не идеально заполирована, есть небольшие недоделанности. Так вот, если мы точим вот эту часть лезвия, то на Apexe небольших никаких проблем нет. Но когда мы переходим вот сюда, вот, за счет вот этой вот геометрии измененной, у нас начинают подводы изменять свой угол. Вот, ну и как правило, за счет того, что это удаляется все от центра, то и угол, вернее, ширина подвода увеличивается, потому что угол меньше становится, чем вот здесь. Так вот, чем вот эта мачта будет стоять дальше, вот эта мачта, будет стоять дальше от клинка, то есть, чем вот это расстояние будет больше, тем лучше. то есть, ну в идеале, да, его там до бесконечности убедить, но понятно, что в условиях там элементарной квартиры это, во-первых, нереально, во-вторых, это нафиг никому не нужно. Вот, поэтому я прикинул, во-первых, по тому, как я буду, где я буду точить ножи. То есть, соответственно, в квартире я организовал себе небольшую мастерскую, возможно, по ней скоро сделаю обзорчик. место у меня, естественно, ограниченное. Поэтому я подумал, ну, во-первых, места немного, а во-вторых, если уж быть честным, кусок стекла у меня был примерно такого размера. Вот, ну, при желании можно было бы найти больше, но я прикинул, мне бы прекрасно он подходил по размеру, поэтому решил делать из него. Вот, ну, наверное, это вот одно из, вернее, не одно из, а можно сказать, даже, наверное, единственное преимущество, но такое немаловажное. Вот, ну, собственно, наверное, все. Такая вот у меня точилочка, точу я на ней ножи. Ножи в прошлом видео я показывал, как они режут. Сейчас зашли какая-нибудь бумажка. Попереться под муку. Тот же самый кизлярный. Видно, где-то я даже ему туда показываю. Режет прекрасно. Цепляет, но я говорю, то, что я его не только что поточил, я им уже пользовался. Ну, и клиночек у него такой, можно сказать, лобик достаточно толстый. резко являет очень чистым получается. В этом плане проблем никаких нет, никаких махринок, ничего нет. Ну и опять же говорю, кромка при полировке очень красивая. Вот примерно так. Такая вот у меня точилка. В принципе, я ей очень доволен. Ну, ввиду компактности, размеров, ну и просто даже живого интереса, хочется попробовать на пластиковой точилке поточить. Пусть она даже китайская, но, судя по отзывам, очень даже неплохая. Придет точилка, сделаю обязательно обзор. Попробую поточить один и тот же нож и там, и там. Посмотрим, как это будет выглядеть в готовом состоянии. Ну и сделаю небольшое сравнение, хотя бы по ощущениям, с моей точилкой, которую делал я сам. Опять же, повторюсь, подручных материалов, никаких денежных, ну, денежные затраты были на минимальные, грубо там, порядка, наверное. Вот такая у меня точилка. Всем спасибо. Всем пока.